Наказания за врачебные ошибки смягчат. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гениат. Депутаты Мажелеса одобрили в первом чтении проект закона, по которому казахстанцам, пострадавшим в результате медицинского инцидента, будут выплачивать компенсацию. Министр сообщила, что в 2018-2020 годах поступило более 14 тысяч обращений. Ежегодно за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей в отношении медработников заводится порядка 300 дел. Снять уголовную ответственность с медиков за врачебные ошибки предлагал Минздрав. По мнению врачей, уголовное преследование за врачебные ошибки и халатность приведет к росту цен на медуслуги и оттоку кадров. Как выход, в Казахстане предлагается страховать от врачебных ошибок. Но платить за все придется опять же налогоплательщикам, то есть нам с вами. Медики уверены, что собирать взносы с врачей нельзя, так как у них и без того низкая зарплата, в отличие от западных коллег. Поэтому предлагается включить страхование от несчастных случаев в клиниках в тариф. То есть оплачивать врачебную ошибку будет сам пациент. Законопроектом также предлагается снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленное причинение среднего и тяжелого вреда здоровью. Когда без умысла оказана медицинская помощь, но без умысла нанесен вред здоровью человека. Врачи требуют от больных расписки, в которых говорится об отсутствии каких-либо претензий. Встречаются случаи, когда врачи не могут поставить диагноз. И только патологоанатом сможет сказать, что и от чего у вас болело. Не стоит исключать и корпоративную солидарность, когда врачи прикрывают друг друга. В Казахстане за врачебную ошибку предусмотрена чисто административная ответственность в виде штрафа, не считая права больного подать в суд. Однако практика показывает, что пациенты редко прибегают к мерам судебного воздействия на искалечивших их врачей. Доказать факт ошибки очень непросто человеку, не владеющему медицинской спецификой. И даже если доказательства налицо, суды обычно значительно занижают сумму морального ущерба. Недовольные пациенты говорят, что после смягчения станет хуже. Но Минздрав стоит на своем. В Кодексе о здоровье народа остается статья за неоказание медицинской помощи. Туда не входим, никакие внесения изменений не будет. А также за халатность. Поэтому говорить, что это приведет не к оказанию помощи, а халатности, это, я считаю, неправильно. Я хочу сказать, что медицинский сотрудник, если он действительно сделал врачебную ошибку, смотря на тяжесть, он понесет наказание. То единственное, только вместо 5 лет, он будет или 4 года, или 3 года находиться. Дальше, вместо слов лишения свободы, слово заменено на ограничение свободы, мы пришли к такому общему выводу с Генеральной прокуратурой. Я хочу сказать, что медицинский сотрудник специально, заведомо, никакие правонарушения делать пациенту не будет. Это понятно. Конечно, да, к сожалению, да, бывают такие моменты, да, что в то или иных ситуациях происходят такие моменты. Но это в частном порядке уже медицинская организация, студентный порядок будет это все решать. Боуржанше Ахмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.